добрый вечер дорогие мои мы гуляем по темному лесу и я надеюсь что подсвеченный фонариком этот лес вам тоже немножечко видит вот такие красивые деревья наверное надо мне на деревья светить чтобы вы их видели тогда будет и разговаривать понятно и вам деревья будет видно ну давайте так вот и сделаем а то я шел предыдущую беседу говорил а дорога то черные и вам наверное не невидимые а давайте деревья я просто отвечу на один вопрос который задает одна из наших ангелов что такое созерцание она спрашивает и созерцательная молитва и и подумал чтобы просто простенький а сейчас вот так как-то в голове начал дум значит перечислять о чем же сказать а он не такой уж и простенький ну давайте начнем с созерцания созерцание в конечном итоге теперь как бы установленная форма понимание что такое созерцание это умственное видение умственное видение философии долгие годы начиная от платона ее считали интуиции то есть интуиции это и есть созерцание когда человек что-то почувствовал то как бы он это увидел считалось и называлось созерцание вот потом развитие пришло к тому что это все-таки обдумывание видимого образа умом обдумывания то есть вот видите вы картинку какого-то пейзажа и вот стоя наблюдая за к за этой картинкой вы его обдумываете что там видите и это есть созерцание кстати из созерцание обдуманного родилась вот это художественное творчество пейзажистов и других лиц особенно импрессионистов они уже напрямую выкладывали свою созерцательную умственную деятельность показывая как они перерабатывают ту действительность которую видят внутри своего ума ну и у некоторых получалось очень красиво и хорошо концепции были разные наши такие как шишкин любили рисовать в естественное таким образом показывая остроту своего ума и видения и созерцательные способности то есть так вот на выдумывать и наляпать что-то может каждый как говорится а вот так созерцать как шишкин такие вот красивые лапы сосновый березовый а это уже кулин хотел сказать так вот но в этой концепции понятие созерцание существует то есть вы если решили заняться созерцанием то вот видите можете выйти встать и и не обязательно можно просто предмет созерцать можно сосредоточиться на нем и умственно осознавать что вы в этом предмете видите и что он вообще значит для мироздания но созерцательная молитва это немножечко другое другое ее лучше всего на мой взгляд описал конечно по затворник у него прямо есть глава осознательной молитве и по его мнению это высшая степень молитвы высшая степень молитвы мы с вами уже обсуждали что там у него есть краткие очерки аскетики и ему же приписывают создание добротолюбия что это он все создал собрав разных святых такие изречения и там-то много тоже говорится как эти степени молитвы человеком достигаются и развиваются в нем и после умственной молитвы идет сердечная молитва но все молитвы требуют сосредоточенность сосредоточенность и в том числе делательные молитва то есть высшую степень контролируемой молитвы феофан затворник считает делательные молитву то есть когда вы прошли все этапы сидения стояния поклонов и решили что все теперь я сердцем молюсь у меня идет там иисусова молитва и деятельные молитва происходит то у вас может наступить и созерцательные молитвы по крайней мере описание этих молитв всегда происходит относится к деятельности и происходит это таким образом значит человека должна сначала посетить молитва нахождение нахождение или находительные молитва то есть описывает феофан затворник это так что человек сам не осознавая на него находит дух молитвенный и уводит его внутрь души и тела и там он начинает молиться можно так сказать не подчиняясь сам себе то есть это молитва нахождение называется то есть дух человека вводит в эту молитву и это молитва в общем то описано не только в православной церкви она как экстаз известных на западе или как уход в общем из сознание и человек в это экстазе может все что хочешь но православная форма такой молитва нахождения называется созерцательные созерцательные потому что должен то есть святой остается в самоуправлении то есть он себя ощущает как как личность как личность которая находится в состоянии моления отношения с богом и эта личность что-то зреет что-то созерцает то есть описываются многие случаи такой созерцательные молитвы когда молитвенник уносился куда-то ну помним апостол на третье небо был отнесен вот такой молитвой нахождение созерцал там то что как он говорит описать невозможно если мы говорим о апокалипсисе как написанном иоанном богословом то вот в классическом форме это и есть как говорится результат созерцательные молитвы то есть вот он все видит он все ощущает себя ощущает все слышит но созерцает совершенно невидимые для нас сферы описывает что святые отцы могли в такую созерцательность входить в любом состоянии то есть вот он начинает читать вечерние молитвы и вдруг очухался через сутки на утренних молитвах вот при этом сам только знает где он был но не был здесь вот вот этот созерцательный молитва и если считается это у феофана опять же затворника что молитву умную иисусову молитву чистую молитву как у него назад говорится читать может или начинает один из тысячи человек то созерцательной молитвы удостаивается один из поколений сказано все фана затворника ну это конечно тоже так немножечко утрированной я думаю что может быть и больше но спорить с ним не буду но достигается это созерцательной молитва и дается терпением то есть вот переходом от молитвы творительный делать в делательную то есть когда человек уже молится сердцем как говорится автоматически но она только по промыслу божьему бывает поэтому созерцать но хотя у феофана затворника и самого понятия созерцать является тоже молитвой то есть он говорит о том что в конечном итоге молитва умная должна остановиться уста все все молчит сердце молчит слова кончаются остается одно созерцание но переход на созерцание молитву он только по промыслу божьему осуществляется вот все все что я вам ответил не знаю вас эту устроила или нет но мы уже возвратились свои пистяки и на этом я заканчиваю свою беседу здоровья вам всем радость простую молитву развивайте молитесь не стесняйтесь внутри себя в сердце делательную молитву сегодня день добра всемирный вот пожалуйста это как раз вам напоминание о том что делательные молитвы даже целым днем отмечен потому что добро это и есть делательные молитвы здоровья всем радости ами